Исследования на стыке физики, химии, технологии, медицины крайне важны для нашего общества. Известна фраза «точность, вежливость королей». А что лучше физических и химических методов исследования дадут нам такую точность? Современная физика исследует мир макрокосмоса и микрокосмоса. Но, пожалуй, самые сложные и актуальные эксперименты ведутся для спасения человечества. Исследование свойств живой материи. Вот в таких лабораториях решается судьба человечества. Вообще в нашей лаборатории такая сборная команда и специалистов из разных областей знаний. Это химики, физики и биологи. И студенты также обучаются с разных факультетов. И сообща мы все вместе решаем свои задачи в области физики, химии, биологии. То есть мы находимся на стыке трех наук и пользуемся и методами молекулярной биологии, и методами генетики, и методами физики и химии. Есть такие спутники, то есть параллельно развивающиеся школы. Да, мы формально, так сказать, объединены, но это все-таки чуть-чуть разные вещи. Чуть-чуть разные. Там математика другая, там аппаратура другая, понимаете? Но мы идем параллельными курсами. Именно физические методы в современном мире стали основой доказательной медицины и фармацевтики. В начале 20 века было совершено целый ряд различных открытий, которые сделало настоящую революцию в области науки и понимания картины мира. Обнаружение нового вида излучения рентгеном, который получил название рентгеновского излучения. Оно ухарактеризовалось своей способностью проходить сквозь твердые тела и задерживаться в некоторых из веществ. Данное излучение использовалось Максом фон Лауэд для того, чтобы впервые пронаблюдать явление дифракции рентгеновского излучения на кристаллической решетке. В целом же история открытия рентгеновского структурного анализа достаточно интересна. В 1912 году Макс фон Лауэ впервые получил дифракционную картину от монокристалла сульфата меди. Этот эксперимент поражает одновременно своей простотой и своими выводами. Макс фон Лауэ показал, с одной стороны, то, что да, действительно, рентген — это электромагнитная волна, и, с другой стороны, подтвердил предположение о том, что кристаллы имеют периодическую структуру. По научным меркам, за моментальное время он получил Нобелевскую премию. Через два года, в 1914 году, множество Нобелевских премий было вручено за рентгеновую структуру анализа. Всего их на данный момент 15 штук. И причем 10 из них за биологическую часть, за исследование, так или иначе, белков. Благодаря кристаллографической структуре было впервые объяснено, как происходит перевод информации, которая закодирована в молекулах нуклеиновых кислот, в белковую. То есть вся наша жизнь — это форма белков. То есть наши ногти, кости, кожа — это все состоит из белков. А генетическая информация хранится в виде нуклеиновых кислот. Так вот, есть машина, которая переводит информацию, которая закодирована в генах, из нуклеиновых кислот, которые кодируются четырьмя буквами, да, четыре нуклеотида, в 20-буквенный код белков. То есть она производит дешифровку и наработку синтеза белка. Белковая кристаллография. Стартовали исследования, когда биохимики научились выделять достаточно большое количество чистого белка и выращивать качественные кристаллы. С точки зрения биологии, белки, они очень сложные, большие, состоят из различного числа элементов. Поэтому метод рентгеноструктурного анализа для исследования белков это один из самых ценных, самых лучших методов для изучения структуры белка. Но, тем не менее, он имеет свои ограничения и с этим нужно считаться. Рентгеноструктурный анализ является главным методом определения структуры вещества. У него есть свои ограничения. Это то, что для рентгеноструктурного анализа обязательно нужно иметь монокристаллы. И зачастую это большая проблема, потому что вырастить монокристалл в ряде случаев является тяжелой задачей. В основе метода парадокс. Как соотнести живой организм и кристаллы? Первую рентгенограмму кристалла получили в 1934 году английские ученые Джон Бернау и Дороти Хочкин. В нашей стране изучение структуры белков методом рентгеновской кристаллографии началось 60 лет назад. В белковой же кристаллографии в одной элементарной ячейке могут находиться сотни тысяч атомов. И здесь увеличение сложности в расшифровке эксперимента идет даже не в тысячу раз. И если мы говорим про белковые системы, про различные способы получения таких кристаллов, в качестве примера можно привести экспрессию в бактериальных системах. После того, как мы получили достаточное количество препарата белка и смогли его концентрировать до довольно высоких значений, это порядка 10 мг на миллилитр нужна концентрация, мы можем приступить к этапу кристаллизации. Для этого мы используем специальные планшеты пластиковые, на дно которых мы наносим реагенты, в которых содержатся различные осадители, способствующие переходу белка в кристаллическое состояние. мы добавляем каплю в каплю, то есть смешиваем препарат белка с условием кристаллизации. То есть таким образом у нас получается замкнутая система, когда на дне резервуара находится жидкость, в которой находятся осадители, и над этим резервуаром висит капелька с концентрированным белком. Либо можно использовать специальные термостатированные большие комнаты, мы используем такой небольшой вариант термостата, и оставляем их на длительное время. Мы просматриваем эти капельки в микроскоп, и смотрим, есть ли у нас где-то зародыш этих кристаллов. Сейчас мы посадили кристалл нашего соединения на петлю, петлю видно на экране, и монтируем кристалл таким образом, чтобы он всегда был в центре пучка. Здесь у нас гинеметрическая головка, которая может поворачиваться по четырем осям, таким образом, чтобы со всех сторон посмотреть дифракцию от кристалла. К нашему времени в лабораториях получены кристаллы нескольких тысяч различных белков. Вот в совокупности всех этих методов исследования и то, что у нас есть хорошие специалисты в Казанском университете, наверное, это и дало толчок к тому развитию, который мы сейчас имеем в нашем университете, что очень многие белки расшифрованы здесь у нас. Медицинская физика, биомедицина стоят на страже человеческого здоровья. Современная физика решает задачи борьбы с пандемией и тестирует лекарственные препараты. В Казанском университете лаборатория структурной биологии была открыта в 2014 году в программе повышения конкурентоспособности ТОП-500. Марат Юсупов, возглавивший исследовательское направление, работает во Франции. Такая позиция позволила казанским ученым выйти на высокий международный уровень. Лаборатория занимается изучением взаимодействия антибиотика на живую клетку, исследует влияние структуры белка новые методы диагностики и лечения. И на самые сложные проблемы находятся свои решения. Когда вот с момента регистрации коронавируса и до создания первых вакцин на самом деле было получено огромное количество информации как микробиологическое, медицинское, как происходят биосинологические наблюдения, но было и решено большое количество структур биомолекул вируса. То есть вот эти вот картинки, которые показывают шипообразные, коронообразные структуры, это все было решено физическими методами, то есть мы можем применять информацию о структуре для того, чтобы как-то управлять биологические молекулы. Если мы знаем структуру биологических объектов белка, то мы можем спрогнозировать, каким образом можно, в частности, выключить этот белок. Если мы выключаем белок, то в целом организм перестает функционировать, то есть он погибает. Естественно, это очень важно, во-первых, для разработки новых антибиотиков, новых химиопрепаратов, прошло совсем немного времени и выработалась устойчивость к антибиотикам. И, соответственно, необходимо было ответить на вопрос, почему это происходит, почему вдруг какие-то новые лекарства, препараты ученые разрабатывают и через некоторое время патогены, микроорганизмы перестают на них воздействовать. Бывает так, что клетка в результате эволюции, то есть она подбирает какие-то условия для выживания, берет и чуть-чуть модифицирует вот этот карман, куда садится антибиотик. И, соответственно, антибиотик уже не может связаться с этой молекулой, и нам необходимо заново решать молекулы мишени и говорить, ага, у нас вот эти вот группы поменялись, из-за этого наш антибиотик не работает. Тогда давайте мы поменяем молекулы антибиотика так, чтобы она в этот карман заново входила. То есть это такая постоянная гонка вооружений между человеком и патогенами. Сегодня определение структуры белков входит в практику фармацевтических исследований, а в основе провокационная идея совместить несовместимое. Для исследования живой материи, а именно человеческого организма, часто приходится придумывать необходимые подходы. Ну, как вы понимаете, живая материя это очень сложная структура с точки зрения и структуры элементного состава, и поэтому изучать ее не так просто. То есть человек, который этим занимается, должен быть в хорошей степени знать и биологию, и химию, и физику, ну, естественно, математику, информатику в той степени для того, чтобы получать, интерпретировать полученные данные. Все явления очень сложные и взаимосвязанные. И это было известно сто лет назад. Макс Бород, книжка у него есть «Физика жизни моего поколения». У него огромное эссе и подборка по поводу того, что такое жизнь и что может физика решить в этой области. Одно дело в целом понимать, быть междисциплинарником, а другое дело в каждом дисциплине заходить вглубь. Значит, человек, который хочет понять биологию, должен же физику знать, химию знать, математическую опору знать, моделирование знать. Та школа, которая создается, причем создается в разных институтах, в институте химии, в институте физики, в институте фонда медицины и биологии, она на самом деле очень сильно выросла за последние 10 лет и привело к созданию таких действительно мировых научных центров, в которых ребята могут получать очень качественное образование, позволяющее им потом реализовать себя в любом научном центре, как в России, так и за рубежом. Синтез наук, междисциплинарный подход, это шанс новых открытий, это новые знания о природе вещей и явлений, новые спасенные жизни. Без физических основ, без структурного анализа живой материи человечество окажется в тупике. Развитие идеи белковой кристаллографии, это наш шанс на будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова